Итак, мы добавили три страницы по семинару, теперь изменим, собственно, шаблон и внешний вид, немного отредактируем этого шаблона. Ну, я зашел на официальный сайт wordpress.org, в папке Teams, в принципе, это можно было через админку самого сайта делать, я нашел вот такой вот, где-то здесь шаблон был интересный, вот называется Livewire. Все шаблоны, которые есть на официальном сайте, их можно установить через админку. Так, заходим во внешний вид, темы, установить темы. Вот он. Установить. Активировать. Смотрим, что изменилось. Вот так выглядит наш сайт. Меню исчезло, но это не страшно, я думаю, в этой теме поддержка меню есть. Здесь я захожу во внешний вид меню. Здесь я ввожу позвание меню. Создаю его. Посмотрим, где она выводится. Так, она у нас... А, пункты меню. Определил это меню. Теперь мне нужно вывести туда страницы. Смотрим. Первое будет коммерческое предложение. Потом будет заявка. Потом будут контакты. Сохраняем. Угу. Вот так оно выводит. А если... Вот так. Ну, оставим пока так. Теперь на главную страницу нам нужно, чтобы выходило коммерческое предложение. Заходим в параметры. Чтение. А, вот здесь, кстати... Ладно. Сейчас параметры чтения. На главной странице отображать. Выбираем коммерческое предложение. Нажимаем сохранить. Теперь у нас на главной странице. Коммерческое предложение. Комментарии нам не нужны здесь. Нажимаем редактировать страницу. Коммерческое предложение. И в настройках экрана есть обсуждение. И в конце «Разрешить комментарий» я галочку убираю. Вот у нас коммерческое предложение на главный. Отлично. Здесь в описании. Семинары по госзакупкам от компании. Отлично. Насколько мне известно, здесь еще есть в боковой панели возможность вводить какие-то кнопки через виджеты. Я раньше смотрел эту тему. Внешний вид виджеты захожу. Сюда можно вывести. Увожу сюда текстовый виджет. Внешний виджет. Внешний виджет. Внешний виджет. Внешний виджет. Внешний виджеты. Внешний виджет. Внешний виджеты. Я сделаю ссылку, которую я просто поставлю в виджет. В визуальном редакторе я сначала делаю, потому что в виджетах нету визуального редактора, и лучше сначала здесь сделать. Вот я вошел в режим HTML, теперь копирую вот этот кусочек кода, он означает ссылку с такой надписью. И просто в виджетах я вставляю, и смотрю, что у нас получилось. Ну вот, такая вот надпись. Можно ее сделать в виде кнопки, в принципе. Ну, об этом я, наверное, создам отдельный урок, и вместе с вами в фотошопе создадим кнопку. Вот. Так, в принципе, все готово. Пока все. Шаблон мы изменили.